Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как меняется транспортная схема в связи с проведением ремонтных работ, как организованы дачные перевозки? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя Департамента транспорта «Самары» Олег Яхин и заместитель директора по эксплуатации муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бабков. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Олег Иванович, Валерий Владимирович. Скажите, пожалуйста, дачные перевозки. Давайте с этой темы начнем. Когда они стартовали? И, в общем-то, сколько претендует на то, чтобы их перевозили до дач и обратно? Значит, традиционно за две недели до начала пробных рейсов, которые мы осуществляли в конце апреля по выходным дням, это 23, 29 и 30 апреля, было проведено комиссионное обследование всех дачных маршрутов с представителями ГИБДД и председателями садов дачных товариществ, где было определено, что вот в этом году, как никогда, практически по всем дачным маршрутам дорожные условия позволили своевременно начать перевозки пассажиров. Есть отдельный маршрут в Волжском районе, у нас там, 165-й, по которому вот завтра будет принято решение, вы, знаю, будет как раз комиссия туда организована по устранению выявленных недостатков по дорожной, значит, обстановке. И 1 числа, 1 мая уже в полном объеме дачные перевозки у нас стартовали. В первый день официальных перевозок мы перевезли 7,5 тысяч пассажиров. У нас было открыто 34 дачных маршрута, на них было задействовано до 80 единиц автобусов большой вместимости. Соответственно, они ездили по установленным расписаниям, на каждом маршруте свое расписание в зависимости от протяженности маршрута и от пассажиропотока, который действует на этом направлении. А вообще вот цифра есть? Сколько людей вот из года в год перевозится, жители Самары? Ну, единственное, что хочу сказать, что из года в год у нас количество перевозимых пассажиров, к сожалению, вот на дачных перевозках, оно уменьшается немножечко, да. Ну, скорее... Вот и чем эту тенденцию можно объяснить? Ну, наверное, больше объясняется тем, что молодеет контингент пользователей дач, и многие имеют возможность приобрести личные автомобили и пользуются личным транспортом. Поэтому, в принципе, как бы... Понятно. А вот на том, как сегодня организованы перевозки эти, какие проблемы вообще возникают? Вот на что жители жалуются? Ну, так скажем, основные проблемы по дачным перевозкам у нас связаны с такими причинами. Это именно вот в рамках подготовки к чемпионату мира. Наши основные транспортные артерии перекрываются в связи с реконструкцией дорог и мостовых сооружений. Если у нас в предыдущие два года велись работы и до сих пор продолжаются по Московскому шоссе, там существуют некоторые ограничения и происходят объезды некоторых участков дорог. То в этом году еще у нас добавилась реконструкция мостового перехода по южному направлению. И как раз там дачные... Как раз в этом направлении у нас находилось семь дачных маршрутов, которые пришлось для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и организовать полноценную доставку их на дачные маршруты, перенести посадочные площадки и отправление этих маршрутов на Хлебную площадь. Там нами были организованы посадочные площадки, также организован пункт по продаже льготных проездных билетов, и дачникам, в принципе, предоставлена вся инфраструктура, которая была на автостанции «Аврора». Все очень удобно. Ну а проблемы те же, что и у всех горожан, да, в связи с этими работами? Проблема именно в том, что длительное время люди простаивают в заторах на дороге из-за того, что очень слабая пропускная способность, потому что дороги заужены, на половине проезжей части проводятся реконструкции. Ввиду этого пропускная способность уменьшается. И поэтому на перевозке на кладбище тоже перенесли на Хлебную площадь. Ну, это уже дополнительно. Валерий Владимирович, вот ремонты трамвайных путей тоже, вот, наверное, свою лепту вносят, вот, всю эту общую неустроенность, которая временная, конечно. Скажите, как организуются работы, на каких участках, и что делать для того, чтобы все-таки минимизировать вот этот негатив, который возникнет? Ну, для того, чтобы минимизировать все эти процессы, у нас все наши ремонты трамвайных путей происходят в ночное время. То есть у нас движение трамваев не перекрывается, мы все ремонтируем ночью, ну, конечно, некоторые неудобства для жителей происходят, но тут надо выбирать из двух зол, выбирать меньше. Поэтому мы решили, чтобы не перекрывать движение транспорта, мы ремонтом путей занимаемся именно в ночное время. А вообще в этом году сколько запланировано, может быть, на вот этот весенний-летний-осенний период ремонта? В километрах? Да, на 2017 год у нас запланировано капитальным ремонтом отремонтировать около одного километра пути, а текущим ремонтом мы запланировали отремонтировать 20 километров трамвайного пути. А в чем разница, вот как мы обычно спрашиваем, в той же системе ЖКХ, недавно только разобрались, что отличается, чем отличается капитальная от текущего, а здесь какие отличия? Значит, капитальный ремонт, это когда полностью меняется вся рельсошпальная решетка. Это рельсы меняются, это шпалы меняются, и балласт меняется, то есть полностью все снимается в верхней строении пути. Текущий ремонт, это производство те неполадки, которые, значит, выявлены во время рабочего периода. То есть вот заявку дает водитель трамвая, значит, здесь там стык разошел, где-то стык подварили, где-то кусок рельса заменили, где-то шпалу заменили. То есть вот это называется текущий ремонт. Понятно. А что будет происходить вот с этой веткой, которая в связи с чемпионатом мира по футболу будет выстраивать? Вот это, какие там работы? Ну, там это абсолютно новое строительство, значит, заказчиком в данном мероприятии является департамент города строительства. То есть, насколько я знаю, сейчас уже определенный подрядчик, который будет производить, ну, новое строительство происходит, ветки там, чтобы не ставить, там, по-моему, 1680 метров в двухпутном числении, значит, будет вместе с кольцом все. Это будет абсолютно новое строительство. Все там разворотные площадки. Разворотные площадки для трамваев. И плюс еще сюда же входит строительство трехтяговых подстанций, значит, кабельные сети. Это новое строительство. То есть, в таком контексте. А вообще, на что все-таки нужно сегодня обратить внимание? Вот как вы вообще в целом охарактеризуете вот эту всю ситуацию в связи вот с этими работами и так далее? Как общественный транспорт самоорганизуется во всем этом процессе? Жителям вот на что нужно обращаться внимание? Жителям нужно, так скажем, запастись немножечко терпением и стараться планировать свои поездки заблаговременно, чтобы было время на то, чтобы совершить какие-то пересадки или, так скажем, простоять там в пробке на каком-то участке для того, чтобы успеть своевременно в те пункты назначения, в которые они собираются отправиться. Ну, опять-таки, хочу обратить внимание на то, что все это носит временный характер. Вот я думаю, что до весны следующего года многое уже будет сделано и, соответственно, жители увидят положительное все то, за что пришлось терпеть и как комфортно будет перемещаться в будущем. Прошла совсем недавно информация, что с 1 июня еще что-то, какая-то дорога, Московское шоссе, там что-то где-то или участок будет перекрыт. Вы можете подробнее рассказать? Значит, подробно я не смогу сказать, потому что заказчиком данных работы выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, но, опять-таки, это на участке именно Московского шоссе от заправки Роснефти, там как раз будет сужение опять проезжей части, где мостовой переход возле гостиницы «Моя», вот в этом районе будут проводиться именно работы по реконструкции проезжей части. Но, опять-таки, так скажем, участки, которые были заужены до этого, они уже как бы приучили наших водителей к тому, что как нужно перемещаться по таким участкам. Но я думаю, что не так сильно ухудшат и без того уже как бы сложную ситуацию. Да, ну вы уже сказали про Южный мост, у нас есть сюжет на эту тему, но мы снимали его еще в апреле. Предлагаю его посмотреть и прокомментировать, что изменилось, как меняется ситуация. Давайте посмотрим и продолжим. Южные ворота города поправят. В апреле начинается ремонт моста. Масштабная работа затронут опоры, пролетные строения, заменят гидроизоляцию, ограждение, освещение и дорожные покрытия. В декабре прошлого года на мосту появилась трещина. Частично разрушился один из деформационных швов. Сейчас начались подготовительные работы. Сейчас на данный момент производится установка страховочных опор. Вот все промежуточные опоры, пролетные строения в количестве 18 штук, для того, чтобы избежать опрокидывания моста, так как он находится на естественном основании. Закончить все планируют в октябре. Проезжую часть придется частично перекрыть. Организацию движения по южному мосту обсуждают в Самарской мэрии. Закрываем две полосы. Две, которые остаются, они работают. Одна полоса в одном направлении, другая в другом. Но здесь жесткое ограничение по мощи до 3,5 тонн. Движение грузового транспорта на период работ по мосту планируют запретить. Пассажирский транспорт организуют так, чтобы горожане испытывали как можно меньше неудобств. Через мост проходят 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Рассматривается возможность работы так называемой «разорванной схемы». Все эти маршруты будут разворачиваться возле предприятия «Мягкая кровля». И пассажиры будут переходить по тротуару и путепроводу до остановок общественного транспорта, которые позволят им добираться до автостанции «Авроры» центрального автовокзала. Чтобы компенсировать неудобства при пересадке, по улице «Авроры» от промышленности будут ходить 8 челночных автобусов до центрального автовокзала. Посадка в них будет происходить по уже купленным билетам. В администрации «Самары» обсуждают, как организовать дачные перевозки максимально удобно для горожан. Возможно, 7 маршрутов будут отправляться не с автостанции «Авроры», а с Хлебной площади. Мы рассматриваем вариант электричек, что люди приезжают на железнодорожный вокзал, электричками добираются до Красного Крешка, а оттуда уже автобусами их разводят по дачным массивам. Но не исключен вариант, что 7 маршрутов будут принесены на Хлебную площадь, и через Старый мост людей будут также разводить по дачным маршрутам. Тариф на дачные перевозки меняться не будет, мы об этом договорились, он станет прежним, на уровне 2016 года. Не повышать тариф для дачников – принципиальное решение. Не изменится и количество автобусов. В прошлом году их было достаточно, в общей сложности они перевезли более миллиона человек. В ближайшие дни определят точную схему дачных маршрутов. Пробные рейсы запланированы на 22, 29 и 30 апреля. Автобусы к дачам и садовым участкам будут курсировать с 6 утра до 20 часов вечера, по выходным и праздничным дням. А с 3 мая до конца сентября дополнительные рейсы будут ходить по средам и пятницам. Напомню телезрителям, что у нас прямой эфир. Тема движения общественного транспорта и временные движения в связи с ремонтными работами. Звоните, пожалуйста, нам по телефону 202-11-22. Олег Иванович, вот что вы можете добавить? Потому что, как я уже сказала, сюжет был снят несколько ранее. Может, как-то меняется ситуация? Ну, в принципе, то, что было показано в сюжете, реализовано. Также, как уже сказал глава города Олег Борисович о том, что тариф на дачные перевозки на этот год остался без изменения. Несмотря на то, что маршруты, которые мы перенаправили на Хлебную площадь, протяженность их увеличилась на 3 с небольшим километров в каждом направлении. Но это, так скажем, поставлена была перед нами задача. Поэтому для пользователей дачных маршрутов никакой финансовой дополнительной нагрузки не происходит в этом направлении. Дополнительно могу сказать, что также, как было указано в сюжете, были пущены дополнительные электропоезда для того, чтобы облегчить доставку жителей из отдаленных районов, как из Куйбышевского района, а также прилегающего в Уршевского района, где расположен Южный город у нас. Там тоже большое количество населения находится. Эти пассажиры могут добраться до станций железнодорожных, которые расположены в Куйбышевском районе, Красный Крежок, до которых также ходят автобусы маршрутные, и на электропоездах добраться до города Самары. Было пущено дополнительно 7 электропоездов. Также совместно с железной дорогой, с самарской пассажирской компанией проводится мониторинг количества перевозимых пассажиров. И при необходимости, если вдруг будет недостаточное количество поездов, нас заверили в том, что количество вагонов в этих составах будет увеличено. Ну, в настоящий момент, как бы, то, что мы запланировали и запустили, в достаточном количестве, отвечает потребностям населения. Понятно. Поступил вопрос от телезрителей, почему нельзя пустить дачные маршруты по Кировскому мосту вместо Южного? Очень такой вопрос, часто задаваемый. Вопрос состоит в том, что данное мостовое сооружение не введено в официальную эксплуатацию, и не имеется пока баланса держателя данного объекта. А по российскому законодательству, движение пассажирского транспорта можно осуществлять только по официальным сооружениям, в которых имеются балансы держателей. Вот как только будет оформлено и закончено строительство там недостроенных участков, я думаю, что мы в самом оперативном порядке перестроим наши схемы движения и направим. Пока отсутствует. По запуску вообще Кировскому мосту. Пока отсутствует, к сожалению. Да, это является объектом именно Министерства транспорта, поэтому нам пока не доводили до нас информацию, когда это произойдет. Скажите, пожалуйста, Валерий Владимирович, то, что сегодня трамвайные пути так массово, все это перекладывается, ремонтируется, как-то схемы движения тоже общественного транспорта в связи с этим будут меняться или нет? Нет, все будет на ближнем уровне, то есть наши пассажиры ни в коем случае не пострадают. Как мы работали, так мы и будем работать. Я еще раз говорю, что мы производим ремонт только в ночное время, чтобы пассажиры даже не заметят того, что там что-то сбивается у нас. А вообще, если углубиться в эту тему технически, рельсы, они насколько подвержены износу, как часто они перекладываются, ремонтируются и так далее? Все зависит от интенсивности движения по рельсовому полотну, сколько трамвай ездит туда-сюда в час. Ну, грубо говоря, рельсы, вот есть марка рельс Р-65, ну, грубо говоря, у нее срок гарантии 25 лет. Поэтому капитальный ремонт производится не реже, чем в 25 лет раз. Текущий ремонт каждый год проводим, вот опять же по этим самым вот неисправностям, то есть поддерживаем в рабочем состоянии то, что существует. Понятно. Следующий вопрос. Когда начнут работать маршруты 6 и 203 в вечернее время, речная переправа уже заработала? Какая-то вот речная переправа и маршруты, это как-то связано с вами связано? Да, это как раз от санатория Стахановец по проспекту Кирова, если спускаться туда вниз, к Волге, есть у нас такие маршруты. Значит, единственное, что пассажирскими предприятиями, осуществляющими перевозки вот на указанных маршрутах 6 и 203, производится мониторинг пассажирпотока, и пока не произошло увеличение там пассажиров, значит, единственное, что это у нас где-то со второй половины мая месяца будет уже пересмотрено расписание, и с учетом прибытия, значит, речных трамвайчиков, которые там осуществляют движение, мы подкорректируем наше расписание, и чтобы люди могли добираться именно, которые переправляются через Волгу, как раз на эту пристань, могли воспользоваться общественным транспортом. А вообще схемы как-то меняются вот в последнее время движения общественного транспорта? О чем тоже можно предупредить горожанам? Или в предстоящее время что-то будет? Может какие-то изменения? Ну, так скажем, если какие-то изменения происходят, то в основном это происходит на отдельных участках, непродолжительных, и схемы движения, если переносятся, то на, так скажем, прилегающие параллельные улицы, для того, чтобы минимизировать там неудобства для пассажиров. Поэтому, если они возникнут, то мы заблаговременно, соответственно, предупредим всех жителей города о том, что будут происходить какие-то изменения. Понятно. Следующий вопрос. Изменила ли схему движения 217 маршрут? Ну, 217 маршрут изменил схему движения, так скажем, еще в прошлом году. Это было принято решение целенаправленно, потому что данный маршрут дублировал действующие маршруты, которые проходили в городском округе в Самаре, и нами была проведена большая работа для того, чтобы исключить дублирование одних и тех же, так скажем, направлений движения разными маршрутами, потому что это создавало большую нагрузку на дорожную сеть, в результате увеличивались пробки, потому что количество подвижного состава было там достаточно большое, автобусов, и, соответственно, мы просчитали, посмотрели по пассажиропотоку, и было принято решение, что вот данный маршрут у нас до дома молодежи стал перемещаться, а все остальные перевозки осуществляются автобусами маршрута 2, 24, именно в сторону города. Следующий вопрос. Можно ли перенаправить транспорт на дачные направления через Алексеевку? Смотрите, значит, через Алексеевку также нами были просчитаны варианты. Те маршруты, которые мы с автостанции Аврора перенаправили на Хлебную площадь, мы предварительно просчитали длину маршрута, которая будет, если мы их направим именно вот по предлагаемому направлению через Алексеевку. Единственный у нас маршрут попал, который станет короче, это маршрут номер 185, садово-дачный массив, крестьянский. Все остальные маршруты, увеличение трассы следования происходило в 2,5-3 раза. Соответственно, стоимость проезда на дачных маршрутах устанавливается, исходя из километра пробега. И стоимость, значит, вот в прошлом году она составляла 2 рубля 2 копейки. Ну, соответственно, стоимость всех билетов и проездных вот этих льготных сезонок также устанавливается в зависимости от длины маршрута. Поэтому я не считаю, что увеличение протяженности маршрута в 2-3 раза устроило кого-либо из дачников. Поэтому от этой схемы мы решили отойти. Это будет нецелесообразно. Когда будут обновления трамваев, особенно хотелось бы обновить 25-й маршрут. Ну, вот, так скажем, после праздников буквально мы ожидаем прибытия первой партии наших трехсекционных трамваев, которые к чемпионату мира 2018 года. Они уже тестировались в городе, да? Были они? Или что-то новое появится? Совсем новое? Совсем новые трамваи прибудут к нам. Конечно, мы их будем обкатывать, будем стажировать водителей. Будут водители работать у нас там, конечно, самые лучшие. А производитель кто? Вот этих трамваев. Потому что были же, уже тестировались в городе, и какие-то белые, большие, там красивые очень ходили. Наверное, красота не самая главная в трамваях. Ускотовский вагоноремонтный завод будет нам поставлять 10 трехсекционных трамвайчиков. Да. И будет обновление и на 25-м маршруте тоже, наверное, да? Мы, когда их протестируем, посмотрим, как по условиям движения по этому маршруту, и потом будем принимать соответствующее решение. Да. Для ремонта дорог, вот в частности, актуальна тема гарантийного срока. Скажите, а для рельсов это тоже есть? Есть гарантия для подрядчиков? Ну, я уже озвучил, 20... Для подрядчиков нет. 25 лет это рельсы. Вот именно срок службы, да. Срок службы, да. А вот гарантия? Для подрядчиков гарантия. Ну, в договоре я не могу ответить, как написано в договоре, но по договорным отношениям, наверное, лет 5, наверное, должно быть, как минимум. Потому что мы сталкиваемся с проблемой как раз при ремонте дорог, что не успеем отремонтировать. Скажем так, что по ремонту дорог у нас есть, как бы, замечания, но вот по ремонту рельс, как бы, я не думаю, что Валерий Владимирович скажет, что были какие-то нарекания к тем, кто выполняет ремонт именно путей железнодорожных наших. Предстоят еще праздничные дни, довольно-таки у нас продолжительные, и религиозные праздники. Скажите, пожалуйста, как будут меняться организации движения, что предусмотрено, чтобы, опять же, доставить горожан? Значит, ожидаем мы, вот, так скажем, приближается к нам праздник 9 мая, День Победы. В этот день традиционно у нас будет парад осуществляться на площади Куйбышева. Соответственно, будет акция «Бессмертный полк» проходить. В результате, ну, как бы, для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников данных мероприятий, будет ограничение происходить по отдельным участкам уличнодорожной сети в городском округе. Ну, так скажем, улицы все будут перекрыты традиционные, новых никаких изменений практически не будет. Это все будет вот происходить 9 мая. Вокруг площади Куйбышева. Вокруг площади Куйбышева, то есть вот в этом периметре. И, соответственно, вечером по заключению этого мероприятия, всех вот праздничных мероприятий, концертной программы, парада, будет произведен фейерверк в 22.30. По окончанию этого мероприятия будут поданы дополнительные автобусы по всем направлениям в городском округе, которые будут стоять на улице Самарской от Красноармейской в сторону города. И также будут поданы дополнительные трамвайные вагоны для того, чтобы по окончанию мероприятия люди смогли добраться до своих домов. Вот. Поэтому трамвай будет стоять на улице Галактионовской. И, соответственно, по наполняемости будут отправляться. Правильно, в рейс. Вот. И также еще хочу отметить, что 9 мая традиционно с утра у нас будут организованы перевозки на кладбище. Значит, по 8 маршрутам. Также те маршруты, которые у нас отправлялись с автостанции Аврора, это на кладбище Южное и на кладбище Рубежное. Эти перевозки тоже перенесены у нас на Хлебную площадь. Также организованы посадочные площадки. Организована бесперебойная подача автобусов. И, соответственно, все будет сделано, как обычно, в нормальном, так скажем, режиме. Уже мы осуществляли перевозки на кладбище в этом году. Это в апреле месяце на Пасху и на Красную горку, и на Родительское. Люди привыкают к новой схеме. Да. Люди уже привыкли. Многие даже высказывали, что им довольно-таки удобно добраться. Трамвай подвозили, на автобусах развозили. Именно почему еще была выбрана Хлебная площадь, потому что до нее очень много городских и трамвайных, и троллейбусных, и автобусных маршрутов. То есть люди без пересадки могут добраться из отдаленных уголков города и прибыть на место отправления именно конкретно и автобусов на кладбище, и еще и автобусов на дачные перевозки. Хороший пересадочный узел. Также еще про кладбище я просто хочу добавить, что нами еще дополнительно организован автобусный маршрут от железнодорожной станции в Куйбышском районе, Красный Крежок. Там курсирует автобус 36-й Ю, который возит как раз от железнодорожной станции по прибытию электропоездов до кладбища и Южного, и Рубежного, вот по кольцевому маршруту. То есть те жители, которым удобно добраться на электропоезде до станции Красный Крежок, могут спланировать свои поездки именно по направлению города Новокуйбышевск, выйти на этой железнодорожной станции, проехать по кладбищам и вернуться опять домой. Понятно. Телезрители уточняют, можно ли будет добраться до Хлебной площади 9 мая на трамвае, ведь улицы будут перекрыты, а мы собираемся на дачу с Хлебной площадью. Возможно, не будут ограничения для трамваев, чтобы они не смогли добраться до Хлебной площади. Трамваи будут ограничены в небольшой промежуток времени на участке улицы Красноармейской. Да, вот какое-то время назад, помню, была дискуссия организована относительно того, нужны ли трамваи в столической части города. Вот она сегодня как-то продвигается, нет, или это уже решено, что они там останутся, и трамвайные пути, и трамваи. Трамвай должен оставаться всегда, потому что это экологически чистый транспорт, на него быстрее и удобнее добраться, никаких пробок практически не боится. В принципе, трамвай является вот в настоящий момент наиболее, так скажем, востребован пассажирами из-за того, что он практически, ну, не простаивает пробку, как автобусы. Потому что вот улицы сейчас все заужены. Но, с другой стороны, вот если встал один трамвай, да, вся трамвайная пути, бывает такая ситуация. Ну, это такое крайне редко, и очень быстро мы это делаем. Но, так скажем, оперативно, в течение 20 минут, если случаются дорожно-транспортные происшествия... Это приоритет все-таки трамвая. Да, в трамвайно-троллейбусном управлении специально для этого существуют аварийные комиссары, которые быстро выезжают на место, оформляют, чтобы освободить трамвайные пути. И еще, так как мы говорим о будущем, вот о праздниках, летом вот эта дорога к набережной, по набережной, часто возникают проблемы, вопросы с троллейбусом, меняются как-то номера, маршруты, то ходят какие-то, то не ходят. Вот в этом году уже продумано, как будет осуществляться на набережную массовые такие перевозки людей. Все останется... Нет, в принципе, все традиционные маршруты останутся. Единственное, что отдельные участки вдоль набережной будут закрыты, там ремонтными проводиться будут ремонтные работы, поэтому на отдельных участках будут изменены схемы. Но так традиционно... В связи с этим троллейбусом они смогут пройти все равно... Ну, троллейбусы у нас перемещаются только до шестого причала, поэтому вот как бы с того направления... Нет вопросов у нас по доставке пассажира. Ну, Валерий Владимирович, вот что-то есть добавить все-таки по вашим работам? Может, на что-то внимание опять же обратить? Минутка у нас остается. Ну, я хочу сказать, что пассажиры, прежде чем вот как Олег Иванович советовал, чтобы выбрать какой-то путь движения, обращали внимание на объявления в средствах массовой информации, где какие-то участки перекрыты. Я еще раз говорю, по трамвайным путям дневных работ никаких не предусмотрено, поэтому, уважаемые пассажиры, пожалуйста, милость просим нам в трамвай. Да, все-таки вот какой хороший вид транспорта и экологичный, и доступный. Ну, еще что-то, может, какое-то замечание? Нет, Олег Иванович? Ну, нет, я просто хочу еще раз обратиться к жителям нашего города, чтобы все отнеслись с пониманием к сложностям, которые нам придется, так скажем, вот в этот летний период пережить. И я думаю, что вот у нас впереди будет потом гораздо все легче, удобнее и комфортнее. Ну, потому что, да, конечно, напряжение существует, но главное иметь информацию и терпение. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, что происходит с дорожной сетью. Спасибо вам за внимание активно. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.